Театр начинается с вешалки, а финал фестиваля конкурса «Зубовские чтения» с регистрацией участников. Лишь пятая часть из тех, кто подал заявки, выступят в финальном концерте. География чтений расширяется. Представители 10 муниципальных образований Московской области и москвичи приняли участие в конкурсе в нынешнем году. Перед началом финальных слушаний необходимы инструкции. Вы выходите из-за кулис. Значит, сразу объясним. Младшая группа у нас идет в эту сторону, вот сюда, в эту кулису. И старшая группа тоже в эту. На протяжении 8 лет конкурс проводился исключительно среди школьников, разделенных на три группы. Теперь правило решено изменить. В этом году у нас появилась новая номинация и новая, так сказать, возрастная категория людей старше 18 лет. До этого это не было в этом конкурсе. Поэтому это тоже дает, так сказать, больший аспект роста и, так сказать, вовлечения в этот конкурс различных возрастных категорий. Наталья Власова – участница конкурса. Она член Союза писателей России, автор трех книг и множества публикаций в периодике. Но отборочные туры проходила на общих основаниях. Выступаю я достаточно часто в разных ситуациях, в разных конкурсах, концертах и так далее. Конкуренция была большая. Конечно, любое выступление связано с волнением. Но я считаю, что я прошла достойно. Наконец все приготовления закончены. Чтецы за кулисами, зрители в зале. Открыл конкурс глава городского поселения «Видное» Моисей Шамаилов. Хочу вас всех поприветствовать и поздравить с этим замечательным событием. На самом деле это событие в литературной, культурной жизни города и района. После выступления официальных лиц и представления жюри, куда вошли актеры и режиссеры театра, поэты и писатели, чтения начались. Посуда не смолчала, засумела, закричала. Пусть на школьной и советской ждет нас солнечное детство, сколько бы нам не исполнялось лет. И мысль была ему приказом, весь полк полег. Но честь полка он сохранить, сберечь обязан. Несмотря на то, что на сцену выходят лучшие из лучших, судьям все же надо определить. Тех, кто в каждой возрастной группе, получат дипломы первой, второй и третьей степени. И единодушие здесь как не бывало. Часто я ставлю высокие оценки за вот эту внутреннюю искренность, с которой человек читает свои стихи, пусть может быть не вполне технически совершенно. А вот другие члены жюри ставят прежде всего высокие оценки за мастерство исполнения того или иного стихотворения. Кроме участников, на этом конкурсе получат свои награды и те, кто готовил выступающих к конкурсу. Учителя, работники, учреждения культуры, руководители творческих объединений. Для одного из участников приготовила награду и видное ТВ. Готовая одному из лучших подарить свой приз, я уверен, что та искорка, которую он покажет на сцене, он и в дальнейшей жизни будет использовать для того, чтобы радовать, радовать, прославлять ту поэзию, которую Евгений Зубов поделился вместе с нами. За 9 лет конкурс не только расширил географию, изменился репертуар. Теперь здесь звучат стихи и видновских авторов, и поэтов всего Подмосковья, причем не только известных. Я буду читать стихотворение удивительное одной девочке, шестиклассницы, седьмой школы. Она безумно талантливая. Я сначала думала, что это стихотворение ее учителя. Оно очень близко мне по духу и очень драматичное. Я очень люблю стихотворение. Да, вот такой план. Финал 9 конкурса Зубовских чтений получился ярким и запоминающимся. Здесь не нужно быть специалистом, чтобы услышать, что выступающие каждую строчку пропускают через свое сердце. И зрители в зале замирают, объединенные мистической аурой, звучащих со сцены стихов. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова